Всем респект, братва! С вами Радио 120 Гигабайт. В этом видео мы с вами обсудим дымоверсию игры Lies of P. Игру вообще презентовали довольно-таки давно, но вот 8 июня прошёл Summer Game Fest, где нам показали, в общем-то, ещё один трейлер, плюс сказали дату релиза, это 19 сентября 2023 года, и стал доступна дымоверсия игры, в которую я сразу же пошёл играть. Сейчас я с вами поделюсь своим мнением про эту игру. Надеюсь, вы также оцените то, что я стараюсь всё-таки делать не только дурацкие геймплейные нарезочки, но и какие-то полезные видео, где я рассказываю про разные игры, поэтому, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий, чтобы его продвинуть, может, Ютуб его как-то подхватит. Буду очень благодарен за любую активность, а мы начинаем, погнали! Субтитры сделал DimaTorzok 2Play, ещё и странный сеттинг с миллионетками-куклами. Вспоминается сразу не очень удачный и недавний Steel Rising, а Пиноккио тут вообще похож на Тимоти Шаламе. Но блатбордовский визуал всё же притягивал и оставался надеяться, что когда-нибудь кто-нибудь, кроме промов, сможет сделать нормальный и интересный соузлайк. И вот после Summer Game Fest, когда объявили дату релиза и стала доступна домоверсия, я в неё поиграл и поделюсь сейчас с вами своими впечатлениями в этом видео, если коротко, по ходу, и New Biz реально получилось. А теперь подробнее. Как я понял, домоверсия — это самое начало игры. Мы смотрим коротенькую катсцену, какой-то приятный женский голос разговаривает с нами, и игра показывает основные элементы управления. И тут я выделю сразу отличие от соузлов. Эта игра довольно благосклонна к новичкам. Ведёт игрока за ручку по механикам и в целом многое объясняет в самом начале. Не то, что блатбордные всякие, дарк соузы, да, где чаще надо было разбираться во всём самому. То есть сразу видна нацеленность на более широкую аудиторию, но это ещё не значит, что игра лёгкая, об этом чуть позже. Первое, что бросается в глаза, конечно же, визуал. По мне, это самая сильная часть игры. Думаю, не только мне визуал напоминает блатборд. Похожая архитектура, цветовая гамма, отличное освещение, много деталей в окружении. Всё это добавляет игре атмосферы, и по этому красивому миру хочется побегать и исследовать его. После вступления нам дают выбрать оружие, которое определяет класс героя. Сильного раздолья в духе соусов тут снова нету. Всё ограничивается выбором быстрого, но слабого, сильного, но медленного и сбалансированного оружия. Это скорее показывает ваш стиль игры, чем как-то кардинально меняет сам геймплей. Я начался сбалансированно, но по ходу игры переключился не тяжело, я расскажу чуть позже почему. Второе, на что обращаешь внимание в самом начале игры, это то, что рядовые враги, во-первых, не представляют особой опасности, во-вторых, не блещут большим разнообразием. Убиваются они с двух-трёх ударов, иногда игра пытается играть в соус и прячет врагов, но не сказать, что делает это очень старательно. В общем, это не начало Бладборна, где тебе насовывают сразу и дают понять, кто ты, где ты и что с тобой будет происходить на протяжении всей игры. Насчет управления, оно прям в точности такое, как в Дарк Соулс, то есть сильные и слабые удары, уворота и всё на тех же кнопках, так что привыкать заново не надо. Ощущается, герой не так хорошо, как в Соулсе или Бладике, но всё ещё плохо примерно на уровне Нио. В общем, пройдя как нож сквозь масло по всем рядовым врагам, я вышел к первому утолчённому мобу, который даже убил меня пару раз. Тут я понял, что перекат в этой игре не панацея, да и вообще он не перекат вовсе, а дэш, который сильно далеко от противника тебя не уводит, поэтому неправильно его использовав, ты получаешь вполне ощутимых люлей. Кроме того, на этом же мобе я обнаружил механику усиления оружия. Пока ты бьёшь врагов, в тебя накапливается заряд, который ты можешь потратить либо на сильные удары, либо на общее временное увеличение урона. Подобная вариативность геймплея радует, но это ещё не всё. Помимо основного оружия, у тебя также есть механическая мощнецкая рука, которая также наносит большой урон противнику, но она снова ограничена количеством зарядов и нуждается в восстановлении. Прохавая всё это, я довольно быстро разобрался утолчённым мобом и пошёл дальше. Тут я обратил внимание на ещё одну особенность игры, именно то, что моё оружие затупляется, и у нас есть специальный инструмент, чтобы его затачивать. Это создает дополнительный слот для менеджмента в боёвке, помимо хп, а стамины и легендарных очков для урона. В общем, боёвка достаточно комплексная, хотя заточку эту я бы всё же убрал, потому что по мне это немножко душновато уже. Тут прям перебор, слишком за многим надо всем следить. Ну, видно, что разработчики пытаются привезти что-то особенное в геймплей. В общем, убрал по дороге ещё несколько мобов. Я вышел на Большую площадь, к своему первому костру, который тут называется Старгейзерами. Естественно, тут сразу и прокачка, и хранилище, в общем, всё как мы любим, всё по классике соуслайк. Помимо врагов и лута, на локах разбросаны различные записки, которые помогают нам лучше понять лор и мир игры. Так что, если вам интересно, изучайте, я обычно таким в подобных играх пренебрегаю, да, простите меня, Господь. Враги всё ещё были довольно слабыми, даже собаки, наводившие на меня ужас в Бладборне и соусах, тут очень безобидные. Второй сильный боб, который попался мне на локи, оказался значительно проще первого и был вынесен без особых усилий. Парирование в игре, кстати, также присутствует, я в нём не мастер, но рад, что оно тут есть. Классические бэкстебы тоже присутствуют, так что любители иметь врагов сзади могут не беспокоиться. Разобравшись со всеми мобами, я вышел на площадь с торговцем, у которого я закупил другое оружие, дабы его попробовать. Переключившись на тяжёлый большой меч, я вышел к своему первому боссу. На нём я понял, что, во-первых, тяжёлый меч намного удобнее, так как у него раньше атаки больше, и при этом скорость атаки не такая уж маленькая. А во-вторых, что мне это особо с боссом не помогает. И тут, наконец, я начал огребать люлей впервые за всю игру. Субтитры сделал DimaTorzok Бля, я так бличу, кошмар, блядь. Нужно матирующие салфетки, ребята, покупать. Извиняюсь. Скажу так, возможно, я криворухий, скорее всего, так и есть, но, видимо, основная сложность игры заключается именно в боссах, так как мобы меня убили всего один раз, и то налетев на меня группой и тупо меня затыков. А вот с боссом я не мог справиться довольно долго. У босса, естественно, две фазы. Первая, на самом деле, довольно простая, а вот во вторую он меня прям заколебал. Мне пришлось вообще идти фармить мобов, как в старые добрые времена, чтобы вкачать себе выносливость, хп, урон. На этом же боссе я убедился, что дэш тут реально не панацея, вспомнил, что у меня есть блок, и обнаружил, что блок тут работает не так, как щиты в Дарк Соус, например. Ты все еще получаешь урон, но если ты успеешь несколько раз ударить по противнику, хп тебе вернется. В общем, босс меня шатал как хотел, особенно во второй фазе. Пока я не затарился дополнительными предметами у торговца, купил хреновый, который заряжает мой меч электричеством, плюс еще пару электрических гранат. Сохранив все это добро до второй фазы, я начал закидывать босса гренами, а потом еще сверху долбить его электрическим мечом, и мне удалось таки его завалить. И да, в этот момент я получил удовольствие от победы, то самое удовольствие, которое ты получаешь, когда побеждаешь босса сложного в соус-лайк играх, хороших соус-лайк играх. После победы над боссом пошла кассена с названием игры, и я подумал, что все, вот я прошел домоверсию. Но не тут-то было, оказалось, что играть можно дальше. Меня перевели в какой-то местный хаб, где красивая по всем канонам женщина начала рассказывать мне дальше про то, какой я особенный и классный. Кроме того, там было еще несколько персонажей, с кем нужно было поговорить. Тут я решил, что раз демка такая большая, то, пожалуй, поиграем в нее на стриме на Твиче, поэтому подписывайтесь, ребят, на Твич, стримы проходят только там теперь, да. И на телегу, конечно же, подписывайтесь, ссылочка на все это добро в описании, там вы будете знать, когда начинаются стримы, и что там вообще за стримы, пожалуйста, ребят, подписывайтесь, я сумоляю. В общем, давайте подытожим. У игры неплохая боевая система. Рядовые враги легкие, но боссы довольно сложные, по крайней мере, один, вот первый. Возможно, дальше сложности будут и на локациях. Отличный визуал, неплохой саундтрек, в лучших традициях соусов, вот с этим всяким эпиком, да, который играет во время битв, нормально, мне понравилось. Боевка комплексная и разнообразная, с кучей механик. Да, того разнообразия классов, что было у нас в соусах, тут нет, но я всегда был скептично настроен к любым соус-играм, которые делают не From Software, а тут мне внезапно понравилось, и демка стянула аж на три часа. При этом сам факт наличия демоверсии вызывает большое уважение к разрабам. Они не продают нам какого-то кота в мешке, а дают конкретно пощупать игру, причем еще демоверсия такая долгая, действительно большая. И поиграв, мы можем сами решить, стоит эту игру брать или нет. Я лично брать ее буду обязательно, мне очень понравилось. Ну, а вас, если видео мое не убедило, там, что это действительно прикольная, хорошая игра, неплохой соус-лайк, вы попробуйте демку сами, да, не надо мне верить. Все, что я говорю, может, я вообще глупости вам наговорил, да, если вы, кстати, со мной не согласны, в комментариях обязательно напишите. В общем, попробуйте игру, если понравится, берите. Я считаю, что хорошие игры надо поддерживать баблом, потому что иначе у нас хороших игр не будет. В общем, спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца, ребята, жесткие респекты. Подписывайтесь на канал, здесь есть соцсети, ссылочка на которые в описании есть на... Бляха-муха. На Twitch тоже подпишись, пожалуйста, я тебя умоляю. Все, я стремлю теперь там, здесь будут видосы, там будут стримы. Ну и оставляйте комментарии, что думаете про игру, не забывайте лось поставить, пожалуйста, делитесь видео, если хотите кому-то показать то, что я сегодня здесь рассказал. Молю вас, это очень бы мне помогло. И жесткий респект всем за активность. На сегодня это все, с вами был Мрадерс, у вас гигабайт, жестких всем респектов. Йоу.